Ждем автомобили из Милькова и в принципе, я так понимаю, Елевская районная больница готова будет зайти через этот автомобиль. Возможно, даже будет не один лаборант, а их будет несколько. Вот, если можно, Елена Николаевна, передать слово. Мы сегодня, вероятно, максимум завтра в течение дня перевезем КАМАЗ сюда. Да, задержка связана тем, что для освобождения внутренней площади КАМАЗа мы демонтируем то все оборудование, которое там есть. А там есть гинекологические кресла со всеми там необходимыми, там есть оборудование офтальмолога и там есть утрослеповые аппараты. Мы все это демонтируем, в течение сегодняшнего дня заканчиваем, переправляем ФАП сюда. И я думаю, что в понедельник он уже встанет на перроне аэропорта. Но тут главное, чтобы потом мы могли это оборудование обратно смонтировать. Да, безусловно, конечно, безусловно. Конечно, мы очень аккуратно это монтируем. Да, конечно, конечно. Потому что нам нужны процессы сейчас, а не оборудование. Понятно. Но просто еще раз, чтобы не получилось, чтобы потом эти аппараты как-то где-то кто-то будет использовать в больницах. И потом мы его не соберем уже как ФАП, который должен потом работать. Сохранность нужно обеспечить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!